Если вы увлекаетесь уфологией и изучаете конспирологические теории, то вам должен быть знаком этот снимок. Черный рыцарь или Черный принц, как утверждают исследователи, искусственный спутник инопланетной цивилизации, который тысячелетиями находился рядом с нашей планетой. Мне уже много раз писали про этот объект, чтобы я разобрался, что же это такое. В этом выпуске я расскажу тебе, дорогой зритель, все версии о происхождении этого объекта. И тебе надо будет выбрать, что, по твоему мнению, ближе к истине. Взгляните на эту запись. Она единственная, где запечатлен этот мистический объект. Произошло это в декабре 1998 года, когда состоялась первая строительная миссия по сборке Международной космической станции. Именно тогда и была сделана эта запись из сделанной фотографии необычного объекта на низкой околоземной орбите. Эти изображения и видео часто называют наиболее точными доказательствами существования этого спутника. Мы еще с вами вернемся к этой космической миссии. Давайте сейчас поговорим о том, что происходило дальше. Сделанные снимки через пару лет попали в СМИ. И начала формироваться легенда. Люди, кто погружен в уфологию задолго до публикации фото предполагаемого иноземного спутника, стали утверждать, что на орбите вокруг Земли находится таинственный темный объект, которому около 13 тысяч лет. Происхождение объекта и цель непостижимы. Этот неуловимый спутник, получивший название «Черный рыцарь», якобы излучал сигналы на Землю и проверялся астронавтами НАСА. Но лишь немногие на Земле официально знают о его существовании. И вот появились эти фотографии. И тогда все начало закручиваться. Гипотезы о «Черном рыцаре» начали отталкиваться от имеющихся в истории человечества неопознанных и загадочных событиях, связанных с космосом. Первая часть этой истории начинается с сигналов, зарегистрированных еще Николой Теслой. Сообщается, что в 1899 году он перехватил сигнал, не похожий ни на один из естественных источников Земли. Тогда Тесла объявил, что регулярные сигналы должны исходить из разумного внешнего источника. Тут внимание! Тесла никогда не утверждал, что получал сигналы с объекта, вращающегося вокруг Земли. Но всем было без разницы, и люди это историческое событие трактуют как передачу с темного спутника инопланетян сигнала на Землю, и что именно его и зарегистрировал Тесла. Часть вторая. После Теслы к темному спутнику присоединено событие 1920-х годов, когда аномальные сигналы снова были обнаружены радиолюбителями. Изначально они были земного происхождения, но время их появления было странным. Сигнал был получен первый раз, а через несколько секунд пришел второй. Эти эхосигналы с длительной задержкой было трудно объяснить с точки зрения отражения радиоволн от атмосферных слоев. В 1973 году шотландец Дункан Лунан вернулся к этим сигналам, чтобы посмотреть, можно ли их понять. Чудесным образом, сопоставив время задержки с порядком получения эха, он смог создать то, что выглядело как звездные карты и диаграммы. Расшифровав их, Лунан решил, что сигналы на самом деле были сообщениями, переданными с Луны или околоземной орбиты. И, естественно, сюда идеально вписывается спутник Черный Рыцарь. Часть третья. Относящийся к началу 1950-х годов. Это было время глубоких подозрений со стороны двух сверхдержав по обе стороны Тихого океана. В то время ни у американцев, ни у советов не было возможности вывести объект на какую-либо орбиту. Тем не менее, об открытии спутника, вращающегося вокруг Земли, сообщалось в нескольких газетах того времени. В то время уфологи с конспирологами сцепились за это событие, быстро связав его с Черным Рыцарем. Однако никто почему-то из них не обратил внимания, что статьи в газетах того времени на самом-то деле представляют собой пару выдержек из книги уфологического автора Дональда Кейхоу. Но всем ведь без разницы. И это историческое событие также приравняли к Темному Рыцарю. Четвертая отсылка к утверждению того, что Черный Рыцарь существует, уходит в 1960-й год, когда американские газеты сообщили, что на полярной орбите находится неизвестный объект, периодически формирующий сигналы. К тому времени у обеих сверхдержав уже были спутники на экваториальной орбите. Но полярная орбита означала, что спутник мог видеть каждую часть планеты. Ни одна из стран, конечно, не признала, что может выводить объекты на эту полярную орбиту. США и Советы указывали друг на друга, подозревая, что этот объект был замаскированным спутником-шпионом. Через пару десятков лет были рассекречены материалы, откуда стало видно, что этим объектом был большой обломок от Discovery 8, который через пару дней сгорел при входе в атмосферу. Но тех, кто работает с легендой Черного Рыцаря, эта информация не так сильно волновала. Для того, чтобы любая история или заговор вызывали доверие, всегда помогает втягивание кого-то из высокопоставленных лиц. В случае с Черным Рыцарем ярким примером является астронавт проекта Меркурий Гордон Купер. Это пятая часть жизни темного спутника. Купер заявил, что видел много НЛО на протяжении всей своей карьеры, в том числе и на околоземной орбите. И тут все уфологи хором, командно начали говорить, что именно Купер видел спутник во время его новаторской миссии Меркурий. Наземный радар, сопровождающий Купера, также якобы улавливал что-то необъяснимое, и откровения астронавта умело притянули к темному спутнику. Однако Купер позже представил стенограммы полета, в которых четко было видно, что во время полета Меркурия ничего подобного в околоземном пространстве он не наблюдал. Как вы видите, события с неопознанными сигналами из космоса или ближнего пространства около планеты в истории достаточно. Легенда про спутник начала укрепляться, так как уже пять веских аргументов найдено. Чего сомневаться-то теперь? Люди начали верить, что на орбите планеты действительно летает инопланетный спутник и как-то влияет на нашу планету. Уфологи начали писать в космические агентства с просьбой найти Черного Принца и исследовать его. Их стремление было многократно усилено после публикации тех фотографий и той видеозаписи, о которых я сказал в самом начале выпуска. Однако повторно найти и исследовать спутник не получилось. Взгляните на это видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Только что вы посмотрели запись, где на кадрах показано уничтожение спутника Черный Рыцарь. Видео опубликовано в статье издательства Mail Online 21 марта 2017 года. Как утверждают авторы статьи, инопланетный спутник, созданный более 13 тысяч лет назад для слежки за людьми, был сбит секретным кораблем военных. Его, кстати, видно на этом видео. После попадания ракеты спутник начинает случайным образом мигать, а затем разделяться на два объекта, один из которых имеет круглую форму. По данным издательства, круг на самом деле является спасательной капсулой инопланетян, используемой для эвакуации внеземных шпионов. Я даже не берусь комментировать этот ролик и пояснение к нему. Пусть будет так. Но давайте вспомним, с чего все началось. С этих снимков и этого видео. Что тогда в 98 году было на самом деле? Экипаж орбитального космического корабля Endeavor сфотографировал и заснял необычный объект на низкой околоземной орбите. Миссия СТС-88 заключалась в том, чтобы соединить русский модуль Заря с американским модулем Юнити. Однако при выполнении задач возникло несколько заминок. Первоначальное выравнивание модулей не совсем сработало, поэтому когда роботизированная рука шаттла ослабила хватку, несколько предметов были потеряны. Включая и термоодеяло, которое и является загадочным объектом на фото и видео. По утверждению экипажа миссии СТС-88, они сделали несколько снимков этого большого куска термоодеяла, чтобы подтвердить потерю материала при установке. Так что на этом фотообъект представляет собой тепловое одеяло, точнее термопокрытие с ЦАПФу. Согласно уважаемому космическому историку Джеймсу Обергу, в его истории инцидента СТС-88 и Черного рыцаря потеряное одеяло сгорело, когда оно упало с орбиты примерно через неделю после сделанной фотографии. Таким образом, несмотря на утверждение о том, что древний спутник возрастом 13 тысяч лет замечен и сфотографирован астронавтами НАСА, а позже сбит секретным военным кораблем, уже не кажутся убедительными. Получается, Черный рыцарь – это набор совершенно не связанных друг с другом историй, отчетов о необычных научных наблюдениях, второстепенных идей, засекреченных спутниках-шпионах и людей, фантазирующих по фотографиям и историческим загадкам. Эти инциденты и события нарезаны и смешаны в интернете в одну бессвязную и непоследовательную легенду. Все это выглядит скорее как желание людей найти что-то неземное и быть уверенными, что оно существует, с доказательствами, с фото и видео. Значит ли это, что никакой жизни нет в космосе? Точно не значит. На нашем канале собрано уже много материалов, которые показывают, что мы не одни. Но вот история со спутником Черный рыцарь точно не является ответом на вопрос про инопланетян. А вы как думаете? Субтитры сделал DimaTorzok